МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас также началась парусная неделя Севастополя. Прошло заседание Олимпийского совета города Севастополя. Избран председатель Олимпийского совета. Это заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Президент Федерации волейбола Владимир Веселкин. Мы его поздравляем, безусловно. Избран он на очередные 4 года. Но у нас и начинается набор различной секции. Вновь оживают спортивные залы. И те ребята, которые занимались, обязательно должны продолжать занятия в своих группах и секциях. Их ждут тренеры, их ждут инструкторы, их ждут в секциях, в кружках, в группах. Обязательно каждый ребенок должен заниматься спортом. Безусловно, не обязательно он станет чемпионом. Но, тем не менее, мы ждем их. И двери наших спортивных школ, спортивных залов открыты для юных севастопольских мальчишек и девчонок. Наших будущих чемпионов. Сегодня у нас в студии международный инструктор 3-го класса по тхэквондо, олимпийскому виду спорта, мастер спорта Дмитрий Гловацкий. Здравствуйте. Дмитрий, несколько слов о статусе международного инструктора. Ну, статус международного инструктора – это условие, которое выполнил человек, который готовит спортсменов, то есть тренер на международной арене, то есть на комиссии, есть такой штаб-квартира мирового тхэквондо, Кукивон называется, и есть комиссия, которая присваивает этот статус. Человек обязан выполнить 2 нормы. Это обладать черным поясом, четвертым данным по тхэквондо с точки зрения техники и сдать экзамен на международного инструктора. То есть низшая ступень международного инструктора – это третий класс, затем идет второй, первый и высший класс. Значит, для понимания этой ситуации я хочу сказать, что из тысяч инструкторов России по тхэквондо этим статусом на сегодняшний день обладают 69 человек в России и двое из них в Севастополе. Вы прошли специальные курсы и плюс, мне кажется, сдавали и нормативы пообщие, и специальные физические потенциальные. Абсолютно верно. Это был недельный курс, который прошел впервые без выезда в Корею в штаб-квартиру мирового тхэквондо. Это происходило в Москве. Значит, были приглашены обладатели четвертых данных и высших во всей России. Значит, и всего было там 90 человек, 90 мастеров. Из них 69 удалось сдать выпускные экзамены этого курса, которые были основаны на техниках тхэквондо, на пумсе, на понимании правил тхэквондо, вне базовой техники тхэквондо. Это не только спарринги, но и разделы боевого тхэквондо, разделы различных. Есть такие хосинсуль. Это техники, которые выполняются не по правилам олимпийского тхэквондо. Это боевой раздел. Также были проведены ряд тренингов с самыми главными тренерами России, которые на сегодняшний день подготовили чемпионов Европы и даже есть один чемпион мира сегодня. У нас в России, да? Да. Я знаю олимпийский вид спорта и добиться высоких результатов на чемпионатах мира, первенствах России очень сложно. Но у нас наши мальчишки недавно побывали в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Как вас там встречали и как закончились выступления наших ребят? Я знаю, что они уже делают уверенные шаги. К сожалению, медали севастопольской сборной команде не удалось добиться. Но в любом случае выступление оказалось на порядок выше, чем в прошлом году. Вы правильно заметили, что первенство России на сегодняшний день по уровню это практически как первенство Европы. То есть вот победитель первенства России, это вот он 90% входит в тройку на первенстве Европы. Медаль обеспечена? Практически да. Победителю первенства России практически да обеспечена медаль. Ну, бывают исключения, конечно, но вот в большинстве своем да. То есть конкуренция настолько высокая, что список бойцов в самых распространенных весовых категориях помещается на четырех листах. И из них только один лучший, то есть это порядка 70 спортсменов. Только один из них лучший будет первый. И, естественно, пройдя такую обкатку, естественно, ему проще потом побеждать на первенствах Европы. Так, я знаю, что два наших спортсмена добились пятых мест, причем выиграли по два поединка, участвовали они в олимпийской дисциплине, спарринге. Абсолютно верно. Значит, два наших спортсмена – это Анна Вараксина и Владислав Шиманский. Победили чемпионов других регионов России. И в третьем бою остановились, буквально с небольшим разрывом уступив своему сопернику. Владислав Шиманский уступил хозяевам турнира, кабардино-балкарцу. С ними всегда тяжело. Да, очень опытный боец и буквально с небольшим разрывом уступил ему поединок за медаль. Аня Вараксина проиграла также чемпионке России в третьем бою из Липецка. Значит, всего из Севастополя хочется отметить, что вот всего было шесть бойцов, но практически все минимум один бой выиграли. Это уже для нас результат, потому что когда мы начинали путь первенства России в 2014 году, была очень большая проблема в том, что невозможно было даже выиграть хотя бы один бой. Поддерживаться. Да, то есть мы вывозили по 15 бойцов и просто 15-0. Была такая вот ситуация. С каждым годом все время эта ситуация улучшается. Единственный у нас был результат неплохой в 2015 году – это Александра Нестеренко. Ей удалось тогда взять бронзовую медаль на первенстве России. И с тех пор такого успеха мы не повторяли. На сегодняшний день мы планомерно растем. Видно, что сборная Севастополя, да, их пока шесть человек, но они практически все первый бой выиграли. И как бы растут, постихоньку увеличивают свой опыт. Было два тренера на первенстве России. Это я и президент Федерации Тэквондо Александр Пироженко. В день поединка мы, естественно, погружались в ребенка максимально. То есть в того спортсмена, который выступает. Это же были кадеты, 12-14 лет. Да, да. То есть вплоть от рассвета, как мы проснулись, значит, происходила полная работа над спортсменом, включая его выступления, там различные эти самые перерывы и так далее, там его питание между боями и так далее. И в конце, да, получилось, что два спортсмена все-таки вышли, стали пятыми и по результатам они вошли в резерв сборной России. Очень приятно, здорово. Планы на ближайшее время? На сегодняшний день у нас планируется 4 старта до Нового года. Из них 2 старта на выезде и 2 старта местных. На выезде планируется самый главный старт. Это всероссийский турнир, Кубок Северного Кавказа, на который приедут лучшие бойцы с Кавказа, с Дагестана, с Ингушетии и так далее. Хотел узнать, тренеры во всех микрорайонах нашего города культивируют Олимпийский тэквондо? На сегодняшний день Федерация тэквондо развивается во всех районах Севастополя. И на сегодняшний день в Федерации тэквондо есть тренеры, которые работают в спортзалах и готовы принять детей школьного возраста и старше. И спортивные залы открыты. Добро пожаловать! Действительно, у нас один из лучших спортивных залов нашего управления по делам молодежи и спорта Севастополя. В Камышевой бухте это спорт для всех. Это спортивный зал управления. Здесь тренируются ребята из спортивной школы номер 7. Тренер Дмитрий Гловацкий как раз ведет там группы тэквондо. И у нас впереди целый ряд соревнований. Хотелось бы, чтобы те спортсмены, которые занимались, тренировались, ни в коем случае не прекращали занятия. И их ждут уже на этой неделе, на следующей неделе. Учебный год в спортивных школах берет старт. Что ж, огонь победы пылает в наших сердцах. И нашим ребятам только побед. Побед на даянгах России и Европы и мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова